Сотрудники Следственного комитета начали проверку ложных сообщений о минировании. На прошлой неделе от неизвестных поступило письмо на электронную почту о том, что во всех школах Колымы, техникуме и университете заложены бомбы. На протяжении всего дня в учреждениях работали экстренные службы и специалисты по антитеррору. Оказалось, что сообщение ложное. Следственными органами СУСК России по Магаданской области по поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации организовано проведение доследственной процессуальной проверки по факту поступивших сообщений о минировании учебных заведений города Магадана. Следователи проводят необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, лиц, имеющих причастность к распространению заведомо ложных сведений, которые повлекли необходимость экстренной эвакуации учеников и педагогов. По результатам проверки будет принято обоснованное процессуальное решение. Эксперты выделяют несколько версий о том, кто прислал ложное сообщение. Это могли быть психически нездоровые люди или граждане других государств. За последние дни десятки городов России подверглись подобным информационным нападениям. Ну, вряд ли эти спецслужбы на это пойдут, большие, крупные. Скорее всего, может быть, какие-то там антироссийские структуры, там, националистические вот эти вот. Может быть, Украина, вот, как мы, кого мы называем, бандеровцы, там, националисты. За подобные ложные сообщения о терактах предусмотрена уголовная ответственность. Если цель – дестабилизация деятельности органов власти, то штраф в размере от 700 тысяч до 1 миллиона рублей. Либо лишение свободы на срок от 6 до 8 лет.